Из-за речи его отправляя, 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 отправляя. Любовь к народной песне Елене Стрельниковой передалась по наследству. Родилась она в певческой семье в Кабардино-Балкарии. Окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств. Тогда Елена и представить не могла, что диплом на тему мужские воинские казачьи песни приведет в будущем к профессии, с которой захочется связать жизнь. Мы уже в этом году выезжали на Всероссийский фестиваль «Казачий круг». Но, понятное дело, что занять нам пока ничего не удалось, но показали мы себя хорошо. Выступаем и по-видному, и по области нас уже знают. Очень много фестивалей и конкурсов ездим. Уже нам восьмой год пошел. Шесть из них коллектив тесно сотрудничает с казачьим движением, который всячески помогает ансамблю. И хоть народная песня – тема в наше время не самая коммерчески актуальная, но участникам группы очень нравится. Тут не соскучишься. Мне очень нравится, что мы ездим на разные выступления, занимаем разные места. За то время, которое мы выступали, мы успели очень хорошо дружиться. Мне нравится, потому что тут мы поем очень много песен, играем. Я беру таких маленьких детей для того, чтобы заразить их этим, для того, чтобы у них возникла тяга именно к народной песне. Носителей фольклора с каждым годом становится все меньше, а делу Елены, напротив, все больше. Она старается передать детям то творчество, которое осталось от бабушек и дедушек и со своей задачей справляется. Александр Шишов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.